Господин Патрушев, тот самый, который секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, полетел в Китай не просто так. Возможно, даже получать, не обязательно договариваться о новом оружии, а о том, чтобы договариваться, кто же будет преемником Владимира Путина. Сейчас в Китае произошли очень интересные события в Поднебесной. Не мне вам рассказывать. Си Цзиньпин, третий строк, невиданное событие. Какова личность Патрушева сейчас? Возможно, играет свою игру до сих пор? Возможно, такие идут переговоры с Китаем? Учитывая на последние события. Что сейчас происходит? Объясните. Нет, в том-то и дело, что Китай, вот Китай остался верен своей идеологии. Китай, как та обезьяна, она сидит на берегу и ждет, когда трупы врагов проплывут мимо по реке. Китай занял именно такую позицию. Они поняли, что там будет схватка. Патрушева, кстати, тогда отказали в поддержке. Есть информация, она, конечно же, опять же, неофициальная, требует подтверждения. Но, тем не менее, есть разговоры о том, что Патрушев приехал из Китая ни с чем, с пустыми руками. Его не поддержали. И, кстати, как бы в подтверждение этого, если бы Патрушев получил китайскую поддержку, я думаю, что сегодня бы уже формировался госсовет и Путин бы уже начал передачу власти. Транзит власти бы начал осуществляться. Раз это не началось, значит, поддержки нет. Второй момент. Опять же, по непроверенной информации, сегодня, сегодня, кстати, Путин, точнее, вчера, Путин запрашивал дважды, запрашивал разговор с Синь Цзепинь. Он хотел, видимо, его под предлогом поздравить с назначением, но китайская сторона отказала в разговоре. Не хочет. Причем говорят, что отказ был, злые языки говорят, что отказ был сформулирован таким образом, что нету серьезных тем для разговора. А по, типа, несерьезным темам нету времени вести переговоры. А давайте объясним нашим зрителям. Вы очень в теме, что может, под простым языком, что означает этот тактичный отказ? Это ведь не рядовое событие. А Китай ждет смерти России, когда Россия упадет. И потом Китай захочет взять свою долю. То, что ему перепадет. А перепадет ему Дальний Восток. Насколько известно, они договорились еще перед началом войны, вот когда Путин сидел на трибунах в Пекине, есть тоже информация, что они договорились об особом порядке инвестиций, китайских инвестиций в Восточную Сибирь. И вот эти инвестиции будут защищены. И они будут вкладываться для китайских предприятий. То есть в Китай будет вкладывать деньги и завозить свою рабочую силу. Будут заходить китайские компании. Кстати, если вы сегодня наберете в гугле учебник географии для младших классов китайской школы, то там граница Китая показана на тысячу километров севернее. Это не просто так. Да, это не просто так. Так что Китай просто ждет свою долю. Я думаю, что у Китая будет еще почва поговорить с Соединенными Штатами в плане раздела Российской Федерации. Не нужна Россия, сильная Россия и геополитический игрок. Путин очень долго, скажу так, что вот в принципе до начала этой специальной военной операции против нас, как они войну называют, начиная с 2014 года, Путин пытался сыграть в золотую карточку. Он предлагал Россию как усиление одной или другой стороны в конфликте между США и Китаем. и предлагал за очень большие деньги, типа купите меня задорого и вы станете сильнее, чем ваш оппонент. Но надо отдать должное, ни одна из сторон не сыграла в эту игру. И сегодня он остался, как в той сказке, старуха у разбитого корыта. Поэтому, а зачем Китаю разбитая корыта? Они подождут, пока она утонет и они достанутся на реки. Вот и все. То есть Китай не заинтересован в том, чтобы Владимир Путин, давайте вот подсуммируем, передал бразды правления и, скажем так, ушел как пенсионер почетно со своей должности. Чтобы его место занял его преемник, а его политика продолжалась. Я правильно понимаю? Я думаю, что именно так и происходит. Китай просто будет забирать свою долю в том, что ему отломится от Российской Федерации. Ну, некоторые говорят, что вполне может быть, что Путин попросит убежище. Может быть, он и хотел попросить. Есть такая теория, что он хочет дожить остаток дней безопасно на территории Китая. Потому что Китай никого не выдает и может сохранить тайну нахождения Путина в самом Китае. Но судя по тому, что телефонные разговоры пока не состоялись, это говорит о том, что поддержки со стороны Китая нет. Они решили, что если уже, если как умерла, так умерла. Поэтому они просто подождут результата. Они не хотят ввязываться в эту бойню, понимая, что здесь не только интересы Китая в России, но там же интересы Соединенных Штатов. Ведь в Соединенные Штаты, что хотят? Главное, геополитическая цель. Убрать вообще Россию из геополитики. Да. И Си Цзипинь тоже говорил в своей речи, вступительной речи на съезде, он сказал о биполярном мире. Биполярный мир, все понимают, что это Соединенные Штаты и Китай. Я не знаю, как, допустим, там, какова роли места Индии и там других стран или организаций Европейского Союза, Лиги Арабских Государств и других стран. Но в любом случае подразумевается два гегемона пока что. Третий никому не нужен. Поэтому и Соединенные Штаты делают основной упор на смену политической элиты в России. И Китай, я думаю, тоже ждет смены политической элиты в России. Кстати, Путин сам дошел до такого состояния. Фактически он сам себя своими вот этими огневыми ударами, своей ненавистью к мирному населению, фактически к геноциду нашего населения, он поставил себя вне закона. Он сделал из себя изгоев. Сам сделал. И сегодня общаться с человеком, который отдает приказы для массового убийства гражданского населения, ну, я думаю, что вряд ли кто-то согласится. То есть политическое убежище в Китае, прямо скажем, не светит Путину? Думаю, что да. Думаю, что не светит. А никакая другая страна, ну, я даже не знаю кто. Без вариантов. Ну, может, талибы возьмут. У них же там хорошие... Они, кстати, сейчас вербуют среди талибана, они вербуют там в основном тех военнослужащих, которые прошли подготовку по программе Командос, которых готовили американцы. Вот они пытаются их вербовать в Афганистане для участия в войне в Украине, у нас. Афганистане для участия в Афганистане для участия в Украине.